итак доброго времени дорогие мои зрители я рад что вы смотрите это видео в этом видео я вам расскажу о том как я снимал фильм что за дверью это фильм который был снят мной в the 74 почему я хочу показать вам не только для того чтобы показать какой фильм хороший интересный как это все происходило но и для того чтобы показать какие инструменты я использую для съемки фильмов the sims 4 какие методы я использую какие хитрости у меня есть да потому что очень многие фанаты несмотря на то что я очень люблю смотреть видео которые создают игроки в the sims 4 очень многие видео выглядят непрофессионально я понимаю что снимают подростки молодые люди которые немного еще чего могут в плане киноискусства кинематографа но тем не менее какие-то азы постановки сюжета операторской съемки если вы уже взялись за съемки видео ну необходимо обладать и в контексте the sims конечно в этой игре есть свои особенности я скажу даже вам что снимать the sims 4 и вообще в игре the sims очень легкой чем если бы вы снимали в реальности в реальные фильмы с реальными кинокамерами здесь все легко нажимаешь несколько клавиш и соответственно видео снимается но очень много таких моментов нюансов которые люди которые очень любят чтобы все было аккуратно такие перфекционисты они конечно на это все будут обращать внимание и будут доводить свои творения до совершенства но если вы спешите если вы хотите по-быстрому если вы хотите очень быстро создать и загрузить ваши видео в интернет чтобы получить положительные отзывы лайки и свою славу конечно вы будете спешить и делать все в попыхах а загружая видео в интернет вы получаете дизлайки и ужаснейшие комментарии и вот дабы этого не было давайте сегодня немного разберемся о том как лучше всего снимать the sims 4 наверное в этом в этих и последующих роликах которые я буду загружать я буду основываться на своем последнем фильме что за дверью и здесь соответственно будем больше делать акцент о том как снимать фильмы чем как снимать видеоролики потому что клипы и клиповый формат он немного отличается от постановки фильмов и видео расскажу о себе я не заканчивал никакие школы кинематографа я не обучался ни на каких курсах что касается the sims то я снимаю видео в the sims 2009 года в саму игру я играю с 2007 делал я такой перерыв где-то с 12 по 15 год от всех этих видео съемок у меня есть несколько каналов на которые я загружал и раньше и сейчас загружаю видео в the sims я не говорю что мои видеоролики самые лучшие у меня есть свои недостатки на данный момент и то есть и технические недостатки потому что мой компьютер уже не совсем тянет все эти возможности которые имеет игра the sims 4 поэтому у меня есть свои любимые видео на которые я равняюсь но тем не менее несмотря на то что в d7 4 есть примеры для подражания я можно так сказать вдохновляюсь настоящими фильмами вдохновляюсь настоящими медиа продуктами я смотрю различные фильмы смотрю как их снимают очень мне нравится операторская работа мне очень нравится написание сценариев но если вы посмотрели фильм а что за дверью вам понравился сюжет это очень хорошо это мне льстит потому что сценарий мне самому понравился я выписал конечно он у меня складывался сам по себе можно так сказать потому что я планировал определенный скелет но все остальные детали которые сложились в этот 30 минутный фильм они появлялись у меня сами по себе и сложились очень удачно слава богу в такой хороший фильм и так что касается самого процесса съемки все мы знаем и разработчики рекомендуют нам специальные инструменты для съемок фильмов это и режим tab и клавиши counter 5 counter 6 counter 7 counter 8 counter 9 которые позволяют нам создавать плавную камеру которая пришла к нам еще за sims 3 но есть некоторые моменты которые взяты мною и другими разумеется более профессиональными мастерами своего дела из реальной киноиндустрии до которые я буду на протяжении этого и следующих видео рассказывать и так давайте посмотрим на это видео и на сам процесс съемки в этом видео я снимаю один фрагмент который у меня был в фильме сначала я хотела выпустить в качестве промо ролика но он был такой сыроватый мне он не нравился и поэтому я его уже пустил в сам фильм значит здесь мартин идет к свой дом мы видим что камера плавная как вы понимаете если вы хотите создать какой-то эффект драматизма завлечь зрителя в мир героя вам необходимо приблизить это классический эффект который используется везде здесь мы не отдаляем камеру мы ее приближаем соответственно мы вместе зрителям пытаемся узнать что же там вблизи и приближаясь к нашему персонажу мы узнаем больше как бы узнаем больше здесь в этом видео как вы видите я снимаю мартина главного героя этого фильма который идет к себе домой мы сняли один кадр и мы сняли снимаем сейчас второй кадр о том как он как бы прав профиль идет и заходит свой дом почему я снял эту этот такой маленький кусочек времени с двух ракурсов потому что очень важно во первых отсутствие любой статической камеры важно в симсах потому что если это идет движение если это action вам необходимо чтобы камера была не статична она должна двигаться во вторых чем больше у вас съемок раз различных ракурсов тем более эффектней и более эмоциональный выглядит сцена конечно это не говорит о каких-то драматических моментах когда нужно одной камерой подчеркнуть одной камерой подчеркнуть эмоциональные переживания нашего героя но когда идет экшен особенно может быть вы заметили когда снимают сцены с какими-то автокатастрофами или когда снимают сцены с какими-то большим количеством действий сцены снимаются с разными камерами с разных ракурсов и одна и та же сцена несмотря на всю ее сложность в реальном кинематографе снимается несколько раз вот по поводу нашего главного героя я снял это с двух сторон каждая каждый ракурс на его на каждый ракурс ушло где-то по три секунды две-три секунды и и уже картинка выглядит не так скучно поехали дальше мы снимаем сейчас это снутри изнутри снимаем наше видео мартин заходит но у меня здесь такой ляп который встречается у многих сейчас я его вам покажу ляп заключается в том а во первых ляп заключается в том что дверь в которой заходит мартин не очень удачно расположена потому что мартин буквально прошел эту дверь с собой поэтому вы меняете место положение двери чтобы дверь открывалась не туда куда сейчас будет поворачивать ваш персонаж чтобы ваш персонаж но не соприкасался с предметами это некрасиво да конечно ну я не очень внимательный всегда и в съемках и во многих моментах ну как во многих в определенных моментах есть ляпы вот опять мартин соприкоснулся с дверью мне это не нравится я пытаюсь переснять эту сцену так вот опять я нажимаю чтобы он шел идти сюда конечно мои персонажи устали я разумеется всегда использую коды разработчика чтобы осчастливить всех персонажей чтобы все потребности всегда были удовлетворены что я вам хочу обратить ваше внимание смотрите сферу сверху двери мы видим кусок стены мы не видим крыши то есть дом полностью не не одет так сказать в крышу и меня это разумеется сейчас огорчит я буду переснимать сцену уже с учетом всего всего комплекса дома чтобы это выглядело ну наиболее реалистично видите я делал крышу и сейчас я уже буду снимать этот фрагмент этот этот кадр с крыши видите все выглядит хорошо мартин уверенность заходит все снято поехали дальше конечно здесь не все вошло в фильм как вы понимаете очень много вырезано и не удивляйтесь тому что вы вырезаете много чего это нормально буквально километры как говорится кино километры киноленты будут вырезаны обязательно используйте плавную камеру если это не диалоги если это не какие-то спокойные может быть реплики спокойные диалоги между персонажами обязательно используйте камеру в движении особенно в sims 3 в sims 4 это очень красиво выглядит особенно просто если sims что-то делает берет какие-то предметы готовит кушать может быть конечно иногда в некоторых случаях я не призываю постоянно использовать движущуюся камеру но старайтесь как-то делать это чтобы это было красиво вот мы разбиваем обычное приготовление геркулеса на разные ракурсы конечно я не настолько фанатично подхожу к съемкам фильмов в the sims 4 чтобы делать раскадровки к этой как это делают настоящие режиссеры и в том числе и при съемке анимационных фильмов но я все часто решаю на месте как с какой стороны разбить нашу сцену на какие кадры и самый важный момент не снимайте одно и то же действие с одного ракурса в течение определенного времени например вы снимаете с этого ракурса как мартин достает геркулес из холодильника из того же ракурса снимаете как он уже достает геркулес из микроволнов это выглядит очень некрасиво и непрофессионально обязательно если вы хотите создать впечатление что прошло небольшое количество времени или какое-то количество времени между двумя кадрами обязательно снимайте с другого ракурса может быть даже с противоположного ракурса чтобы это выглядело максимально естественно и увидите я уже снимаю с третьего ракурса как мартин оставил в микроволновке свою еду и пошел в свою тайную комнату и четвертый ракурс мы видим как мартин мы видим как мартин уже идет в эту тайную комнату и опять другой ракурс разумеется вы можете снимать с одного и того же ракурса но если это все находится в одной временном промежутке но желательно если это один и тот же ракурс но только первый ракурс это была общая сцена какого-то действия вы поставили на паузу приблизили скажем камеру к лицу персонажа и продолжаете вашу съемку видео нажали на play и идет какое-то дальше действие это будет выглядеть более профессионально как вы знаете обычно при съемках настоящих до фильмов как обычно работают операторы сначала идет какой-то общий план потом план идет все крупнее крупнее потом идет какая-то кульминация в этой сцене крупный план потом камера отдаляется но есть различные варианты и вот у нас мартин заходит в эту комнату здесь у нас такой общий план конечно я не всегда вот у меня иногда глючит камера и она уходит в пол особенно если в не очень удобных таких ракурсах я поставил камеру таб вот я снял эту сцену с общего плана и здесь конечно было бы может быть неплохо снять общий план а потом когда мартин подходит к этой двери снять более крупный план но я этого не сделал ну не додумался на тот момент а значит кто уже посмотрел этот фильм вы уже знаете что это за тайная комната что там вообще за такие моменты нюансы как вы понимаете сейчас в этой тайной комнате всего лишь что там одно или два кресла было видите сначала у меня вместо нашей обычной двери просто потайная комната но если бы это было вернее вместо обычной двери у нас этот тайный шкаф но если бы это было действительно тайный шкаф то никто бы на это не обращал внимания поэтому я решил все же сделать обычную дверь которая не похожа на другие двери в этом современном стильном доме кстати дом был сделан не мною а известным таким игроком anset for sims австралийский игрок который делает дома для 24 его очень много интересных лотов очень много интересных зданий и вы можете посмотреть все видео которые он снимает с этими зданиями ссылку я добавил в описании к этому видеоролику видите один интересный момент во первых я всегда использую полные стены я никогда не делаю так чтобы в моих фильмах разумеется стены были как бы наполовину открыты и вот видите изначально в этом доме были стекла в там где рабочий стол мартина но из-за того что стекла отражают то что находится в этой комнате это выглядит некрасиво и зритель узнает что находится за за дверью в этой комнате если дверь открыта поэтому все зеркала извините да все зеркала я убрал чтобы никто нигде ничего не заметил чтобы не палиться сразу же ну и вот как бы кадр идет изначально сейчас я пытаюсь почему-то приблизиться а потому что я фиксирую с помощью контр-5 контр-6 фиксирую момента а камера опять глючит извините так ну вот изначально я конечно хотел эту дверь использовать этот шкаф такой искусствую зашифрованный шкаф но потом я поменял на обычную дверь дверь даже классическая коричневая действительно она не похоже не вписывается в этот современный стиль логики в этом наверное нет потому что если бы мартин действительно шифровался он бы взял такую же дверь как и другие но для такого как бы интересного момента чтобы да действительно отличить дверь маркина от от тайной комнаты от двери с других комнат обычных соответственно лучше всего мне показалось использовать другую дверь ну вот как вы понимаете на одном участке я кстати и дальше буду рассказывать как сделать разные хитрости чтобы снять лучше и эффектнее сцену в каком-то участке особенно в общественных участках и вот у нас на одном участке как вы понимаете не один главный герой но и другие персонажи могут находиться главное чтобы они не попадали в кадр у меня есть кое-какие моменты в фильме которые я вырезал потому что персонаж которого я поставил на улицу он оказывается попал в кадр и ну запорол мне кадр в итоге мне пришлось это вырезать я это заметил уже при монтаже вот что касается технических особенностей как я говорил немного у меня подтормаживает камера не знаю в чем причина возможно это оперативка или видеокарта то есть я буду пытаться что-то решить с этим для того чтобы разумеется качество видео качество записи было на высшем уровне поехали дальше вот я уже переделал нашу дверь под более более такую правдоподобную дверь что за этой дверью что-то может скрываться в принципе для разных интерьеров это нормально чтобы в в доме были разные двери не всегда это могут быть двери одного стиля видите в этой сцене я займ в этом кадре мы видим часть серой стены не это показалось не очень приемлемо потому что зритель видит часть комнаты и уже он видит это в промо ролики который я хотел создавать на основании этого видео поэтому я решил переснять здесь мы видим как мартин заходит но эта сцена у меня этот кадр у меня не удался поэтому я это разумеется вырезал не рассчитал вот моя камера двигается не так быстро как ходят как ходят симы потому что симы как мне кажется ходят гораздо быстрее идут гораздо быстрее чем обычные люди поэтому как моя камера за ней не успевает и в за 74 я не помню как в d7 3 но в d7 4 вот нельзя как-то урегулировать скорость движения скорость ходьбы персонажей и это жутко неудобно вот здесь я пытаюсь захватить кадр с дверью которая закрывается у меня было очень много дублей потому что дверь закрывалась раньше чем это нужно было мне чтобы зритель успел заметить дверь я сначала ставил на паузу нажимал запись и потом уже ставил на play дверь закрывалась и зритель успевал увидеть дверь и соответственно зритель успевал увидеть как дверь закрывается это все особенности нашего восприятия которые я тоже учитываю как человек который обучился на психолога тоже учитывал эти особенности стараюсь конечно учитывать фильме видеороликах и вот такой момент был для меня очень важен а для того чтобы зритель увидел картинку более менее адекватно конечно с этой дверью особенно со съемками очень снизу у меня не получалось и потому что был глюк с камерой она постоянно уезжала вниз или в какую-то другую сторону у меня всегда идет глюк поэтому я в итоге финальном варианте я использовал статичную камеру что имеется ввиду просто без никакого движения снял вот этот кадр закрывающийся дверью ну разумеется в конце я решил добавить как бы удаляющийся камеру которая очень популярна вообще везде и камера медленно отдаляется от этой таинственной двери за которой у нас скрываются очень интересные секреты кто посмотрел фильм тот уже знает что это за секреты убедительная еще просьба если вы снимаете фильм старайтесь чтобы фрагменты разных предметов не появлялись в кадре то есть кусок какого-то предмета чтобы он не был какой-то знаете линии или очертаниями да особенно если вы снимаете как из крупного плана особенно это страшно когда кусок лица сима то есть и фрагменты и лица видно вот секунду-две а знаете в видеоряде это выглядит очень некрасиво но вот мы отдаляемся от нашей двери и соответственно появляются у нас как всякие вещи там вот они выглядят в принципе хорошо но вот это то что я отснял в принципе это то что было вот еще один важный момент вот этот момент вошел в финал видите зритель здесь ничего не увидел что в этой двери только там сверху тоненькая полосочка больше ничего нету и вот этот был кадр вставлен уже в фильм как раз это этот кадр мне очень понравился ну что друзья буду я заканчивать этот видеоролик надеюсь это видео вам понравилось и было полезным что очень важно потому что я пытаюсь вам передать какие-то свои знания и умения обязательно посмотрите если вы еще не видели последние видеоролики о были год первое видео так и называется было год она была снята в the sims 4 а вторая второе видео называется было год директор это о возвращении было год оно было снято пользователем рэми маро цель ссылки разумеется я скинул в описании этого видео а так же посмотрите сериал который был снят в the sims 4 сериал называется inside очень интересный сериал очень качественный он был снят пользователям мебой 1991 сериал но просто как настоящий сериал имеет уже три сезона снимается этот сериал уже на протяжении наверное больше чем год сериал очень качественная особенно с точки зрения операторской работы сериал озвучен на английском языке вот вы можете взять этот сериал этого автора в качестве образца для ваших дальнейших работ мне он очень понравился я действительно еще раз убедился в том что в sims 4 да и вообще во всех симсах можно создавать настоящий фильм и настоящие сериалы видео профессионального уровня не просто уровня игрового да поэтому обязательно посмотрите вот эти рекомендуемой мною видеоролики и сериалы я надеюсь встретиться с вами в следующем видео пока и Субтитры подогнал «Симон»